Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомимся с их автобиографией. Ричард Паркс Боннингтон. Выдающийся английский художник эпохи зарождающегося классицизма и зарождающего романтизма. Несмотря на то, что он проработал всего 10 лет, он поднял на новый уровень свою технику рисования акварели, что позволило ему стать лауреатом премии салона во Франции в 1824 году. Его техника и манера изложения, а также контакты с основными умами школы 1830 года, позволяют ему стать соучредителем того, что позже станет Барбизонской школой. Я цитирую Википедию. Родился 25 октября 1802 года в Арнольде, недалеко от Наттингема. Его отец был учителем рисования и портретистом. Он выставлял пейзажные картины и портреты маслом в Королевской академии в Лондоне в 1791 и 1808 годах и Ливерпуле в 1811 и 1812 годах. Также разбирался в искусстве акварели и создании гравюр. Чтобы выжить экономически, он занялся различными профессиями, помимо живописи. Мать заботилась о воспитании маленьких детей. Картины Боннингтона выставлялись в Париже в салоне в 1822 году. Как литограф он иллюстрирует путешествия живописной пейзажи Древней Франции, его собственную серию, остатки и фрагменты архитектуры. В салоне 1824 года он был награжден золотой медалью вместе с Джоном Констеблем Энтони Ван Дайком Копли Филдингом. Год спустя он едет с Дилакруа на родину, чтобы изучать Уильяма Тернера и английскую историческую живопись. В 1828 году Боннингтон умирает в Лондоне от туберкулеза. В письме Теофилу Торе, это был французский историк искусства, который также кондиционировал произведения искусства и работал критиком в парижском салоне. Дилакруа снимает шляпу перед безвременно усопшим, который, тем не менее, оставил после себя более 400 картин и рисунков, акварели, которые в то время были еще новым искусством для британца. Ваннингтон, по его словам, обладал удивительными способностями. Несмотря на всю мастерскую строгость и точность, он демонстрирует в манере письма легкость, по крайней мере, уникальную для современного искусства, которая превращает его работы в своего рода бриллианты, которые восхищают и льстят каждому глазу. В Арнольде и Ноттингеме есть несколько мемориалов, одаренному сыну города. Ну вот так вот немного и данных действительно очень мало о Ричарде Парксе Бамингтоне, выдающемся английском художнике эпохи зарождающего классицизма и зарождающегося романтизма. Данные из Википедии. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok